Перед вами выступит наш очень добрый друг. Перед вами выступает всемирно известный ученый Петр Петрович Горелов. Перед вами выступает всемирно известный ученый 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 Петрович Горелов. главной генетической структуры, из которой состоят наши с вами хромосомы, оказалось, что последовательности нуклеотидов в ДНК является речеподобными. И простой, иногда не совсем простой, анализ последовательности нуклеотидов показал, что это речевые или квазиречевые структуры. И мы этим занимались, и в Израиле занимается очень много этим. Это, вообще говоря, ввело в шок многих ученых, но это факт. И таким образом, коррелятом, как нам представляется сознание и мышление, физическим и одновременно ментальным коррелятом сознания и мышления, являются белковые фразы, белковые слова, белковые предложения, которые синтезируются в коре головного мозга, в нейронах. Очень быстрые, быстро меняющиеся фракции белковых таких вот конструкций, это то, что свойственно генетическому аппарату наших нейронов. Это позволяет очень плотно заняться идеальной структурой нашего мышления, имея в руках субстрат, с которым можно работать, и который дает возможность, прагматическую возможность, в общем-то, управлять человеческим сознанием, что, в принципе, давно и делает. Вы прекрасно знаете, наверное, о таких вещах, как нейролингвистическое программирование и так далее. Это все оттуда же. Вообще любая значимая историческая фигура обладала способностью прежде всего порождать вот такие словесно-волновые гены. То есть речь наша, устная или письменная речь, это огромный конгломерат волновых хромосом. И все, что написано человечеством за тысячи лет его существования, это огромная энциклопедия таких ментальных хромосом, которые очень подвижны, очень мобильны. И несмотря на это, как противоположность этому, они создают возможность быть человеку устойчивым в духовном смысле этого слова. Если человек неустойчив, если он подвержен словесным вирусам, то его ментальная структура, его духовное тело распадается, а вслед за ним распадается и физическое тело, это мы прекрасно знаем, когда возникает всякого рода ложное учение и так далее. А когда учение правильное, оно играет роль своего рода вируса, ну, такого хорошего вируса, который размножается в наших головах, мы этим вирусом словесом заражаем других людей, в том числе наших учеников. Так вот, конкретно, значит, каким образом, с чего все начинается в генетическом параде? Оно начинается с генетического кода. И вот я вам хочу продемонстрировать некий слайд. Значит, небольшое, но очень важное преобразование стандартной таблицы генетического кода, а за это получено уже несколько нобелевских премий, и удивительное дело, в 60-х годах прошлого века, тогда, когда Фрэнсис Крик, лауреат Нобелевской премии, который вместе с Джеймсом Уотсоном получили Нобелевскую премию, насколько я помню, в 61-м году, за открытие двойной спирали ДНК, той самой знаменитой двойной спирали ДНК, с тех пор возникли некие противоречия, которые сам Фрэнсис Крик, вот я читал его воспоминания, он как бы увел в сторону и затушевал, вольно или невольно, специально или не специально, я не знаю, это сейчас трудно судить, потому что он уже покойный ныне, но он написал книгу воспоминаний, где черным по белому написал, что он не видит очевидного смысла в той модели генетического кода, которую он создал. Так вот, ментальные конструкции, речевые конструкции начинаются именно с таблицы генетического кода, и когда я был студентом и аспирантом кафедры молекулярной биологии, биофака МГУ, я с удивлением обнаружил, это был, как говорят на Западе, инсайт, озарение, что если следовать таблице генетического кода, который является основой основ генетики и биологии, это фундамент, на котором зиждется вся биология, то эта таблица оказалась противоречивой. Я помню, что я с удивлением обращался к преподавателям, к своим ребятам, студентам, аспирантам, говорю, ну смотрите, вы же видите, что это противоречие, что если следовать таблице генетического кода, то все организмы должны умереть, потому что там возникает типичная лингвистическая проблема амонемии. Значит, есть кадоны, синонимы, то есть те кадоны, которые в избытке отвечают за включение одной и той же аминокислоты, это не страшно, это избыточность генетической информации, ничего страшного, но есть кадоны, которые обладают амонемией, амонемией. Я не буду вдаваться в тонкость, просто скажу, что когда белок синтезирующей системы, извините, что я вас немножечко гружу, так сказать, молекулярной биологией, но это важно, очень важно, потому что отсюда вот идет то, что я сказал, вот эта ментальная составляющая нашего мышления, она зиждется на модели генетического кода, который до сих пор не понят до конца, в том числе и ее авторам, Фрэнсис Крико, но никто не хотел быть более правильным, чем Папа Римский, понимаете, а Фрэнсис Крико сказал, что модель код имеет очевидного смысла, почему? Значит, перед смертью он это признал, а вот почему, потому что там встречаются вот такие вот типичные лингвистические конструкции, которые свойственны, так сказать, предложениям, это амонимы, то есть многосмысловые кодоны, которые отвечают, два одинаковых синонима, амонима отвечают за синтез двух разных минокислот или стоп-позиции, которые останавливают синтез белка. Значит, если бы Фрэнсис Крико пошел до конца и был бы, так сказать, честен перед самим собой в самом начале создания этой модели, то это увело бы генетику совершенно другие горизонты, в которые мы вот сейчас пытаемся вывести генетику, а именно в ментальные горизонты, и мы доказываем, и экспериментально, и теоретически доказываем, и физико-математически, что генетический аппарат обладает способностью к мышлению. Но, разумеется, это мышление не такое, как на высшем уровне, на уровне коры головного мозга. Мышление обладает фрактальностью, то есть оно разномасштабно, и в рамках генетического кода, работы генетического аппарата, оно, конечно, несоизмеримо с работой головного мозга, тем не менее, генетический аппарат, грубо говоря, понимает и соображает. И ведь вы знаете прекрасных, как педагоги, как люди, которые обладают, так сказать, способностью строить грамотно речь, что аммонимы могут быть поняты только в контексте. То есть, например, слово коса или слово ключ имеет несколько смыслов. И вы можете придать точную семантику этим словам только в контексте, то есть в целом предложении. И только тогда становится понятным, подчеркиваю, понятным, какую семантику придать слову коса или слову рейд, или слово бокс, или слово ключ. И многосмысленно снимается, остается единственный смысл. Так вот, оказывается, наш с вами генетический аппарат, из которого мы все вышли, все мы родом из наших хромосом, то есть из нашей ДНК, строит ДНКовые фразы. И в этих фразах встречаются вот эти вот самые кодоны-аммонимы. И для того, чтобы правильно выбрать амминокислоту и, соответственно, был бы правильный белок, значит, надо понять контекст информационной РНК, который является матрицей белка. Если будет ошибка, то это означает смерть или повреждение биосистемы. Точно так же, как когда мы говорим и употребляем неправильные слова или многосмысловые слова-аммонимы не понимаются и понимаются неправильно, то возникают, так сказать, эффекты дезинформации. И вот генетический аппарат для того, чтобы понять аммонимы, должен понять фразу информационного РНК, понять, подчеркиваю, понять, осознать и принять решение. Таким образом, генетика выходит совершенно в другой горизонт. То есть, если раньше считалось, и это признано с самого начала, что есть синонимическая часть в работе генетического аппарата, то, оказывается, есть и амонимическая часть. Но она игнорировалась и тушевалась, начиная с работ самого Фринсиса Крика. А почему? Потому что если мы признаем, что есть вот такая лингвистическая заковыка под названием амонимия, то мы, значит, должны признать и понять работу нашего генома как разумной системы. А это, как считают материалисты от генетики, от биологии, это нехорошо. Это ведет к идее Бога. А, так сказать, в основном все материалисты. И это нехорошо. Почему нехорошо, непонятно. Лично для меня Бог – это вся природа. И в этом я не вижу ничего страшного. Это идет со времен Спиноза, и очень многие соглашаются, что природа – это Бог. То есть нет персоны, которая стоит над всем. Нет демиурга. Природа есть демиург. Есть создатель всего. И природа разумна, природа семантична. Если вспомнить Василия Васильевича Налимова, значит, одного из наших крупнейших философов, то это как раз подтверждение его мысли. Вот вспомните его книгу 89-го года «Спонтанное сознание». Он говорит, «Вселенная семантична». То есть мы возвращаемся опять к классическому тезису. Вначале было слово. Но это даже не точный перевод. Академик Лихачев сказал, что вначале было не слово, а вначале была мысль. А мысль обладает гемиургическими функциями. И масса примеров тому, масса примеров тому, когда мысль человека просто творит чудеса. Но все построено в этом нашем мире, искусственно, нашими руками, на основе мысли. Против этого никто не возражает. Но есть простые убедительные эксперименты. Вот у биологов они, так сказать, очень часто проявляются. Вот, например, был такой Лютер Бербанк, генетик американский, как бы Мичурин, да, талантливейший совершенно ученый, который словесно уговорил, вот это звучит смешно, это классика, против них никто не возражает, потому что это факт. Он уговорил кактус, который имел длинные иголки, а сам кактус очень вкусный, его употребляли в пищу. И вот эти иголки мешали. И он всеми средствами селекции пытался, значит, убрать эти иголки и потерпел поражение. Тогда он, будучи раздраженным, начал разговаривать. Понимаете, вот это звучит смешно. Он начал разговаривать с растениями, вот с этим кактусом, и уговаривать его, чтобы он убрал эти иголки. И в ряду поколений эти иголки ушли, и до сих пор этот кактус живет, здравствуйте, используется в пищу. Вот вам влияние человеческой речи. Сравнительно недавно у меня была группа исследователей, которые сами, по своей инициативе, никто их не заставлял, они работали с растениями. И я увидел эти фантастические результаты, когда они мысленно, представляя себе форму листьев растений, их размеры, рассветку и так далее, задавали, программировали растения на то, чтобы они создавали форму листа вот такую, а не такую. Вот на такие вещи способно человеческое сознание. Итак, возвращаемся к генетическому коду. Вот я попрошу первый слайд показать, там, где я немножко поработал. Ну вот смотрите, значит, вот здесь знаменитый символ иньяни. Вот видите, это знаменитый символ иньянь, то есть единство и борьба противоположностей. Оказывается, в генетическом коде, если его соответствующим образом ничего не меняет, там, в принципе, а сделать просто перегруппировки кадонов, которые отвечают за синтез белков, в соответствии с принципом комплементарности ДНК, то есть аденин комплементарен тимину, гуанин цитозину. Это вот единственное, что надо сделать. Это раз. И второе, просто взять и закрасить красным кадоны аммонимы на синем кадоны синонимы. Вот видите, что получается при такой манипуляции. Вот кадоны аммонимы, а вот кадоны синонимы. Получается что? Получается иньянь. И это не просто, не случайное совпадение. Дело в том, что это величайший принцип единства и борьбы противоположностей. Видите, кадоны синонимы отвечают в нашем генетическом аппарате за устойчивость генетической информации, ее сверхизбыточность. Это синонимия, когда одно и то же повторяется много раз с разными названиями. А с другой стороны, генетический аппарат должен быть подвижным, иначе не будет этой же устойчивости. Вот эту подвижность, многосмысловую семантическую нагрузку несут на себя кадоны аммонимы. Вот вам лингвистичность, вот откуда все мы вышли, вот вам иньянь, то есть величайший принцип. Значит, были работы, я говорил уже, и в Соединенных Штатах, и в Израиле, и у нас мы работали, где мы показываем, что волновые процессы в молекулах ДНК, в молекулах РНК могут играть роль систем или субъектов чтения информации. Потому что сразу возникает вопрос, вы говорите, что ДНК это тексты, РНК это тексты, а что там, маленькие человечки сидят, которые читают и сообщают нам. Нет, там есть железные законы физики, которые в частности отображены в так называемых солитонных возбуждениях молекулы ДНК, то есть это особые волны, устойчивые волны, которые не распадаются, которых нелинейность дисперсия равновешена, они обладают способностью считывать эту информацию с молекул ДНК и с молекул РНК и транслировать ее во внутриклеточное пространство и за пределы биосистемы. это вот одна из ипостасей работы генетического аппарата по повторению этой речеподобности, но это не единственная ипостась, оказывается, есть вторая и третья. А вторая заключается в том, что наш генетический аппарат работает на образных структурах, речи это тоже образные структуры, биосистемы необходима информация, образная информация, для того, чтобы построить свою четырехмерную структуру, то есть пространственно-временную. И это реализует так называемая голографическая память. Голографическая память, потому что наш генетический аппарат это голограмма. Для чего это надо? А это надо для того, чтобы создать некие разметочные вектора, которые позволяют ориентируясь на них, эмбриону развиваться правильно, и чтобы у него ручка была на том месте, на котором нужно, и ножка, и глаз, и ухо, и так далее, и так далее. Это дает голограмма. Значит, официальная генетика, она возражает против этого дела, потому что она, к сожалению, уже закоснела во всех своих, так сказать, атрибутах, несмотря на большие крики о том, что там большие успехи, и так далее, и так далее. Вспомните программу геном человека 20 миллиардов долларов вбухана в то, чтобы проанализировать последовательность 3 миллиардов нуклеотидов наших 46 хромосом. В результате где-то за 15 лет исследований потративший 20 миллиардов долларов, в принципе, эта работа хорошая, необходимая, но у нас таких денег не стоило. Значит, было обнаружено, что всего 1% генов, которые отвечают за синтез белков, и 99% мусора. У этих 99% кое-что найдено в помощь вот этому генетическому коду, который занимается синтезом белка. Но основные функции терроинкогнито, значит, генетика не понимает и не хочет понимать, самое главное, потому что это противоречит многим интересам, долго об этом говорить. Значит, вот эти 99% работают на принципах голографии. Это вторая ипостась работы генетического аппарата, после речевой, тоже образная. И, наконец, третья ипостась, особо интересная, это квантовая нелокальность или телепортация генетической информации. Оказывается, можно телепортировать не только мысли, что уже доказано многими, хотя и оспаривается, но вот такие, так сказать, спутанные состояния, которые предсказал чисто формально Эйнштейн со своими учениками Подольским и Розеном, значит, люди могут быть, находиться в таком, спутанном, ну, трудно найти перевод на русский язык, это английское слово интенгл, спутывание, спутывание, смешивание, можно сказать, вот это третья ипостась работы генетического аппарата. Значит, это все пока игнорируется, но начинают появляться работы, в том числе и наши. И вот последняя книжка, которую я сегодня выставил, лингвистика, волновой геном, теория и практика, а перед этим был волновой геном в 94-м году, в 97-м году волновой генетический код, и, наконец, вот это вот, спасибо киевлянам, они помогли издать эту книгу, потому что здесь ее ни в какую не хотели издавать, более того, даже не выделили 25 тысяч долларов, чтобы 5000 экземпляров, тираж был великолепный, спасибо им за это. Значит, начинают появляться работы, которые пытаются осознать генетический код и вообще всю генетику с позиции квантовой физики, и слава богу, потому что в начале, когда генетика только становилась по-настоящему, когда была открыта двойная спираль, включились в дело физики, вот Крик был физиком, Фрейдсенскрик, Макс Пероц и другие физики, Франклин, который, значит, рентгенограмму ДНК получил и так далее, все началось с физиков, когда включаются мощные физические умы, идет рывок, вот сейчас то же самое, включились физики, вот я 10 лет проработал в Фиане, в оптическом отделе Миллазберга, пытаясь их убедить в том, что генетический аппарат работает на двух уровнях, на вещественном уровне, который никто не отрицает и который занят в основном синтезом белка, ну и на волновом уровне, когда наш генетический аппарат дает образную структуру, я помню, как они надо мной смеялись, когда я им предложил сделать ДНК-лазер, лазер на молекулах ДНК, потому что известно из работ это Попа и его школа в Германии, я его лично знаю, что генетический аппарат, наш собственный генетический аппарат, наши с вами хромосомы и вообще все хромосомы всех живых существ это структуры, которые излучает лазерный свет. Значит вопрос так стоял, а можно ли создать искусственный ДНК-лазер? Я предложил такую идею в оптическом отделе, это мощный отдел Фиане, практически как бы отдельный институт, убеждал их в течение примерно пяти лет, наконец убедил, и мы сделали ДНК-лазер, мы накачали ДНК и хромосомы инвитро, так что они стали излучать когерентный свет, накачивали желтые линии, высвечивание получали когерентного света в районе 390 нанометров, то есть ультрафиолетовый, синий ультрафиолетовый свет. Вот это было опубликовано в квантовой электронике, прошло незамеченным. Квантом электроника это великолепный журнал, рейтинговый. И спустя 6 лет, прошло 6 лет, мы тогда работали в Торонто, появилась работа японских авторов, где они сделали такую же работу, не сославшись на нас, как это часто бывает, и заявили, что они создали ДНК-лайзер. Ну, таким образом, наша работа была подтверждена. Перспектива огромная, если сделать такой ДНК-лайзер, работающий, активный, то его можно загружать любыми генами и так далее. Но мы пошли немножко другим путем, мы стали использовать наши с вами хромосомы с их речевыми и голографическими функциями в другом аспекте, и мы создали аппаратуру, которая моделирует лайзерную аппаратуру, которая моделирует вот такие фотонно-лайзерно-голографические процессы. Сейчас я вам покажу. Вот давайте полистаем следующий слайд. Вот это первичная самая установка, когда мы... Обратно. Можно? Вот. Вот этот самый скромненький лазерочек, в котором как бы в память Анатолию Генневичу Акхимову, которому я бесконечно благодарен, и Шипове, значит, который сейчас уже в Таиланде, видимо, уже никогда не вернется. Эти два гениальных ученых, да? И когда я их позвал и показал наши эффекты, наш лазер, они мне сказали, так это же у вас торсионные поля. Действительно, торсионные поля, потому что этот лазер, который имитирует хромосомное излучение, он работает на поляризованных фотонах. А что такое поляризация фотона? Поляризация фотона означает изменение их спина. Так вот, генетическая волновая информация записывается на спинах фотонов, на спинах, на квантовых, не на этих спинах, на наших, а на спинах фотонов, то есть на квантовых состояниях. Значит, вот что это такое. И вот такая скромная установка позволила нам вначале в Москве, потом в Торонто, потом в Нижнем Новгороде, и теперь это еще и независимая лаборатория воспроизвела это, передать генетическую информацию, считанную с поджелудочной железы, и подать эту информацию на расстоянии 20 километров на животных, у которых поджелудочной железы не было. Мы просто отравили специальным ядом, который убивает поджелудочную железу, и животные погибали от диабета первого типа. И у всех у них регенерировала поджелудочная железа. Вот вам практическое приложение вот этих вот голографических, лингвистических потенций нашего и любого другого генетического аппарата высших биосистем. То есть генетическую информацию можно подать на любые расстояния, потому что это торсионные поля, и управлять в положительном смысле этого слова биосистемой рецепиентом. Не понял? Значит, творчество человека. Ну, если угодно, то, конечно, да. Значит, это модель того, этот лазер, это модель того, как работает наша хромосома. Причем на самом простейшем уровне, потому что это область красного света, а основная информация в ультрафиолете лежит. Значит, можно сделать такую же установку, но она стоит очень дорого, которая будет работать на синих или ультрафиолетовых квантах. Следующий слайд, будьте добры. Ну, вот еще один пример. Это уже негативная информация. Значит, тогда, когда мы регенерируем поджелудочную железу, это было демонстрацией того, что можно в принципе у человека вызвать регенерацию любых органов и тканей. Принципиальных запретов нет. То есть, это путь к торможению старения. А здесь мы получили сами того не ожидая, ну, в принципе, предполагали, конечно, когда мы повредили ДНК из растения, ну, при выделении такой ДНК в чистом виде обязательно происходит нарушение структуры, в том числе и нарушение речевых структур молекулы ДНК, да, потому что вот эти все белки, которые синтезируются при считывании информации из ДНК, это речевые структуры. И второе нарушение, когда вы меняете голограммы, то есть, когда вы выделяете препарат ДНК, то вся голографическая информация искажается. Искажается и что это дает? На расстоянии 7 километров передавая эту информацию во все четыре стороны, в том числе и в институт общей генетики имени Вавилова, где работал специалист Абрамов такой, Володя, с которым мы вместе учились на биофаке, генетик, специалист по генетике растений робидопсистальяна, он увидел, что почти все растения, на проростке которых мы подавали вот такую поврежденную генетическую информацию, они все смутировали. Вот видите, большими столбиками это мутации, маленькие красные столбики это фоновые мутации, то есть мутагенез это смертельный процесс для растения, то есть это чрезвычайно опасная штука, волновая генетика, если с ней неаккуратно обращаться, а это влечет за собой большие последствия, но мы аккуратны и поэтому не навязываем, мы говорим давайте изучать, только тогда будем внедрять, а что делает официальная генетика, не понимая принципов лингвистичности генетического аппарата, принцип лингвистичности генетического кода, белкового кода, она нам насадила технологии генетически модифицированных добавок к продуктам питания, вы знаете, ГМО продукты, большая сейчас идет борьба зеленых с этим, потому что это действительно пища Франкенштейна, долго рассказывать почему, но я только скажу вот на примере, что значит ввести, например, в геном сои чужеродный белок, который, так сказать, полезен нам и так далее, продукт этого гена, значит, вы ввели чужеродный ген, трансген в сою и заставили сою вырабатывать какой-то полезный белок, ну, например, инсулин, ура, хорошо, но что получается? При скармливании этой сои животным, например, крысам, у них развивается раковый процесс, значит, происходит деградация поколений новорожденных крысят и так далее, и так далее. И таких примеров сейчас не с числа. Значит, в Соединенных Штатах погибли все медоносные пчелы, потому что они питались на полях с трансгенными растениями, собирали нектар. Они гораздо более чувствительны к таким вещам, чем мы. Значит, вот вам первый сигнал, первый удар громкого колокола, что мы идем в неправильном направлении, не понимая лингвистичности генетического аппарата. Не понимаем, значит, получаем генетически модифицированные продукты питания, которые дают огромные доходы, то есть золото рулит, золото правит, и мы это все, всю эту немаркированную пищу потребляем. Это ударит по второму, третьему поколениям наших детей. Из-за этим надо что-то делать. Вот к чему приводит непонимание принципов работы нашего генетического аппарата. Следующий слайд. А то, что мы сделали в Торонто, вот уровень сахара, значит, вначале контрольный уровень сахара, затем, когда мы их отравили специальным ядом алоксаном, который убивает поджелудочную железу, сахар поднимается, дальше мы вводим информацию на расстоянии 20 километров, на расстоянии 3 метров, вот 20 километров, 20 километров, 3 метра, 1 сантиметр. Значит, сахар падает и доходит до нормы. Это означает, что мы регенерировали поджелудочную железу. Но в Торонто эти работы быстро были свернуты и нас выслали в Россию, потому что они, грубо говоря, просто украли наши идеи и нашу аппаратуру. Следующий слайд. Это ребята из Нижнего Новгорода, группа талантливых медиков, которая повторила наши эксперименты. Следующий слайд. Вот так регенерирует поджелудочная железа. Вот контроль, вот убитая поджелудочная железа, островки Лангергарса, их нет, а вот то, что получилось после регенерации. Следующий слайд. Ну, это иммунитет, значит, волновая форма иммунитета, это огромные достижения этих ребят из Нижнего Новгорода, они сами до этого дошли. Никто не подозревал, что можно вызвать волновой иммунитет, но это долго рассказывать, это специальная тема. Следующий слайд. Вот академик Казначеев тоже передал генетическую информацию с помощью лазера, но совершенно, но немного по-другому. Это косвенно доказывает, что действительно генетическая информация может существовать в форме поля. Следующий слайд. Ну, это вот волновые процессы, которые лежат в основе регенерации, так называемого возврата ферми паста уолома, для того, чтобы нам регенерировать, например, руку, ногу, и так далее, ухо, глаз. Значит, надо запросить память о том, как это сделать. Ящерицы это делают, саламандры это делают, клешни украбы регенерируют, и так далее, и так далее. Значит, это вот в основе этого лежит фундаментальный процесс возврата ферми паста уолома. А вот чтение, чтение салитонами молекул ДНК. Вот по этой оси, значит, последовательность нуклеотидов ДНК, по этой оси время, а вот по этой оси амплитуда. И видите, значит, движение салитона зависит от того, на каком участке ДНК это возбуждение запущено. Вот, на разных участках, и поведение этого салитона совершенно различно. это и есть считывание информации с молекул ДНК, как с речевых структур. Следующий слайд. Ну, это вот спектры, которые содержат вот эту вот высокую волновую генетическую информацию, которую можно транслировать на любые расстояния. Следующий раз. Следующий. Это все примеры. Вот, например, да, и вот ничего страшного. Значит, вот еще один из практических результатов, которые мы получили. Значит, можно не только с крысами. Естественно, человек тоже подвержен тем же влияниям. Вот женщина, которой 60 лет, у нее нет зубов, протезы. Единственный зуб у нее вот этот. Значит, когда мы ее лечили от диабета, считывая информацию с крови ее внука десятилетнего, которого активно резали зубы, тогда заменялись, молочные заменялись. Значит, у нее пухла верхняя и нижняя челюсть, и она была в шоке, и она просто не понимала, что происходит. Она сняла рентгенограмму со своих челюстей, и с удивлением мы все обнаружили, что у нее, значит, три новых зуба выросли. Раз, два, три. Вот три зуба. Причем, они в кость пошли, видите, вот в кость, этот в кость, этот чуть-чуть. Потому что она продолжала носить протезы, и они уперлись и пошли в стороны. Вот вам пример того, как можно практическую, вот хорошая теория, она прагматична. Понимаете, если мы используем принципы голографичности и лингвистичности нашего с вами генетического аппарата, то мы можем вот такие вещи, такие вещи достигать. Это путь, прямой путь к торможению старения, с тем, чтобы мы жили не там 70, там 80 лет, а чтобы жили 200, 300, 400. Или как сыновья ноя жили бы по тысяче лет, а может быть и больше. Потому что эта программа в нашем генетическом аппарате заключена, но она закрыта по каким-то причинам, но ее надо раскрыть, и тогда в наших руках огромные перспективы. Сейчас население России деградирует, оно падает, все меньше рождается, все больше умирает. Что делать? Значит, не хотят люди рожать, потому что сами знаете, какая атмосфера царит в России. Может быть, намеренно, так сказать, запущенная. Значит, единственный путь выхода из такого демографического коллапса, это продлить активную жизнь людей, чтобы люди жили по 200, 300, 400 лет. Это реально. И многие работают на Западе в этом направлении и тратят миллиарды долларов, идут совершенно в неправильном пути, тратя безумные деньги. А дело в том, что надо просто понимать, что генетический аппарат, повторяю, работает на принципах лингвистики, голографии, квантовой нелокальности, то есть телепортации. Следующий слайд. Ну, это вот плохо видно. Значит, это лысый человек, кстати говоря, талантливый ученый, значит, который с Диан Канженем работает, работал, по крайней мере, да, пришел ко мне, и мы с ним вот как бы продолжили эти исследования на базе Баумского университета, и только мы развернулись, полгода мы проработали, как, значит, звонок от вице-президента Российской академии наук, Фортова, физик, который, ну, абсолютно далек от генетики и биологии. Звонок ректору МГТУ имени Баумана, и моя группа расформирована. Таких расформирований уже было три, как минимум три. Вот как поступает Большая академия наук, вот с нашим направлением. Так вот, у него, значит, вот он до обработки нашей, это после, буквально месяц спустя у него волосы начали расти на лысине, а мы считали информацию просто с его луковицы, луковицы, волосяной луковицы считали информацию, вот нашим квантовым биокомпьютером, основа которого является лазер, и там в этой луковице были стволовые клетки. И вот запустили процесс регенерации. Вот вам еще одно практическое применение наших идей. Следующий слайд. Вот синдром Шарком-Марии, то есть неподвижные ноги, деградация мышц, вот до, это месяц спустя уже мышцы окрепли, и вот ступни начинают двигаться. Это вот самое начало наших работ, которым всячески большая академия препятствует. Следующий. А это вот на большой группе людей, когда мы наши волновые матрицы, значит, вот эти излучения перевозили в форму радиоволнового и потом переписывали в виде звука в формате МП-3, просто давали людям слушать, это несколько десятков людей, и у них резко изменились в положительную сторону показатели проводимости точек пунктуры. Вот, до, а это после. Статистика великолепная. Следующий. Это очень интересный эксперимент, когда мы внедрились в структуру биологического времени. Это страшно важно. Оказывается, биологическое время, как, впрочем, и любое время, обладает фрактальной структурой. То есть, есть времена с растянутым ходом и со сжатым ходом. И примером, это очень важно, потому что, если мы не поймем принцип фрактальности биологического времени, то мы никогда не сумеем затормозить старение и никогда не будем жить по тысяче лет. Значит, вот здесь мы как раз показали, что можно таким образом воздействовать на генетический аппарат. Гороха, это просто горох. Этому гороху 4 дня, а этому 28 дней. Видите, заторможенное развитие время биологическое другое. Ну что такое фрактальность биологического времени? Как она реализуется? Вот есть бактерии термофилы, которые выдерживают 400 градусов Цельсия. Все должно развалиться. Уж я не говорю о генетическом аппарате, там все должно развалиться. Они себе спокойно живут. Почему? Потому что они живут в двух фрактальных размерностях биологического времени. Значит, уху. В нашем времени живут, с нашим темпом, и поэтому их можно увидеть в микроскопе, и визуально увидеть можно колонии, и живут в растянутом времени. Это другая фрактальная размерность. Температура есть функция времени. Если вы время растянули, то, значит, вы понизили температуру. Таким образом, мигрируя из одной фрактальной размерности биологического времени в другую, они сумели выжить. Вот так же выживали первичные организмы на планете Земля, когда она была горячей. Это свойственно и нам. Но это большая проблема для квантовой телепортации, потому что связано с так называемой декогеренцией. И вот такие холодные временные фракталы позволяют реализоваться принципов квантовой нелокальности. Так, следующий слайд. Ну это вот тоже такой как бы забавный эксперимент, плохо видно. То есть мы сумели затормозить старение яблока. Как вы знаете, яблоки, если их разрезать, они быстро темнеют, потому что они окисляются. И быстро приходит негодность. Вот контрольное яблочко, уже черное, а это вот те самые, у которых мы затормозили эти процессы. Это один маленький эксперимент, таких экспериментов там огромное количество. Это ребята в Израиле под моим влиянием делают такого рода вещи. Следующий слайд. Дальше. Ну это так называемый фантомный эффект, о котором очень много, значит, большая дискуссия в интернете. Ну ладно, не буду об этом. Вот это как раз фантомная память, которая говорит о голографической. Ну хорошо, вернулись. фантомный эффект ДНК. То есть если ДНК смотреть методом корреляционной лазерной спектроскопии, вы видите колебательную динамику, которая видна на осиллографе. До эксперимента мы ничего нет, когда мы не ввели еще ДНК в лазерный пучок, вот, потом ввели, получаем такую колебательную динамику, потом мы убираем все, казалось бы, мы должны вернуться к этому состоянию, ничего подобного, мы продолжаем регистрировать фантомы ДНК. То есть, грубо говоря, после нашей смерти что-то остается, никуда мы не исчезаем, мы изменяемся. Следующий слайд. А это вот фантомный эффект на классический фантомный эффект, который мы повторили, это Адаменко первый показал. Значит, если вы обрезали часть листа, то обрезанная часть в определенных условиях становится видимой, так называемая газоразрядная визуализация. Вот это как раз и есть проявление голографической памяти нашего генетического аппарата. А эта голографическая память проявляется в коре головного мозга. Потому что кора работает на принципах голографии, но это долгий разговор. Следующий слайд. А это вообще фантастические вещи, которые мы получили, когда облучали и возбуждали молекулы ДНК различными диапазонами света ультрафиолета, инфракрасного, красного и синего. Следующий слайд. Вот видите, из ДНК вылетают вот такие структуры. Это вообще непонятно, что это такое. Это некая информация совершенно запредельная, которая реально воспроизводится и непонятно, что она из себя представляет. То есть наша ДНК еще тот объект, который надо изучать и изучать, и который содержит вот такую квантовую волновую информацию, которая видимо играет ключевую роль в обмене вещей. Следующий слайд. Вот еще один вид. Вот такой трек вылетает из ДНК, за одну секунду он накручивает вот такую спираль, куда-то уходит. Вот когда мы увидели, мы были и другие, которые работали в отношении, целая группа ученых, это мы были в шоке, конечно. Следующий слайд. Вот выключили свет, ничего нет, глазами не видно, а фотопленка чувствует фантом этот. Следующий слайд. Другой способ, тоже возбуждаем молекулу ДНК, значит просто красным светом лазерным, да, и фотографируем на СФО пленку. Вот здесь была ДНК, вот здесь подставочка, убрали ее, ничего нет, на снимке ничего нет, начинаем цифровой массив обрабатывать по определенному алгоритму, так умеют люди делать, несколько серий обработок, огромных по своей, так сказать, информационной емкости, и в итоге мы получаем фантом ДНК, вот он, то, что остается на месте ДНК, когда она уходит, понимаете, назовите это как угодно. Следующий слайд. Ну, это тоже вот один из фокусов, который там получается, тройное изображение лампы, хотя она одинарная. Следующий слайд. Вот это то же самое, немножечко по-другому, то есть молекулы ДНК, вот возбужденные, да, они дают собственные реплики, которые уходят направо, но одновременно сканируется все окружающее пространство, и все эти приборы начинают давать волновые реплики, которые уходят направо. Что это такое? Значит, ну, есть идея, что это голография на вакуумных структурах, в духе Шипова и Акимова, но это все надо проверять, результат фантастический, который еще, я думаю, что это огромное будущее за этими исследованиями. А вот когда вы тронули препарат этот, да, то все исчезает, все, нету, никаких фантомов. Следующий слайд. Следующий. Следующий. Ну, это все из той же оперы. И, наконец, давайте дальше посмотрим, там последний кадр. Последний кадр, давайте. Дальше, дальше. Следующий. Вот. Вот 2001 год. Мы находимся в городе Торонто. В местечке Чилбонтон в Англии появляется изображение, так называемый ответ Карлу Сагану в 1974 году из телескопа Аресиба в Южной Америке была послана некая информация со звезды М950 световых лет от нас. И, значит, там было изображение головы человеческой фигуры, наши молекулы ДНК, наша солнечная система, структура молекулы ДНК, химический состав и так далее, и так далее. Значит, вот такие изображения появились, здесь плохо видно, и человеческая голова, вот человеческая голова, это так называемый инопланетянин, следующий слайд, вот то, что послал Карл Саган, в том числе, двойная спираль Уотсона Крика, классическая, и вот человечек с маленькой головкой, это наша маленькая головка, а вот то, что, значит, прислали эти ребята, подделать невозможно, потому что там есть такие тонкости, когда Карл Саган это послал, там он специально заложил вещи, что нельзя было подделать. Значит, это реальное отображение того, что было послано без всякой подделки. Значит, вот их головка гораздо больше, чем у нас, они умнее нас, вот, и самое главное, самое главное, вот молекула ДНК в их исполнении, то есть как бы правая часть Уотсон Криковская двойная спираль, а левая часть, значит, другая. Значит, долгое время пытались проанализировать, Карл Виганд этим занимался, я даже писал ему письмо со своей трактовкой, они считают, что это какая-то РНК, значит, это не РНК, значит, если ДНК, то она работать не может. Это, с моей точки зрения, нам предупреждение, что ДНК, наша ДНК является квантовым осциллятором, излучающим когерентный свет, то вот, на что мы вышли, Фридс Альберт Поп вышел, мы вышли, они нас косвенно предупреждают, господа земляне, вы идете по неправильному пути в своей генетике, классической, так называемой, вы не учитываете волновые функции, ментальные функции молекул ДНК, речевые функции, голографические, квантовые, локальные, вы загоняете себя в трансгенный тупик, в апокалипсис трансгенной пищи, так что опомнитесь и подумайте, как на самом деле работает генетический аппарат, ничего, деньги определяет все, трансгенными продуктами заполнены рынки России, Белоруссии, Украины, Африки, сами американцы предпочитают не кушать трансгенную пищу, вот примерно такой короткий экскурс волновую и лингвистическую генетику, которая непосредственно связана с работой мозга, с ее, с ментальной структурой нашей, и, повторяю, вы как учителя, ваш рабочий инструментарий, это ваша речь, ваше словесное построение, ваши волновые гены, которые входят в сокровищницу мировой культуры в виде миллиардов томов, написанных людьми. Это наш с вами хромосомный ментальный аппарат, цены которому нет, и самое главное его не исказить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ